Всем добрый вечер! С победой! Спасибо! Илья, две потрясающие игры команда проводит. За счет чего удается? Я бы не сказал, что они потрясающие, но хорошие, результатом довольны, а так есть над чем работать. Тем не менее, 8 побед подряд означает ли это, что СКА нащупал свою чемпионскую игру, которая была в прошлом сезоне? Да это пока ничего не означает. Это означает, что мы играем дома, сейчас много игр, потому что первая половина, первая половина сезона мы очень много играли игр на выезде, и тяжелые выезды были в Дальний Восток, и поэтому ничего в этом страшного нет. Сейчас, конечно, нащупываем игру, у нас перемены были, как вы знаете, все какие, и у нас сейчас новый хоккей, поэтому стали понимать лучше друг друга и играем лучше. Вот сегодня была последняя в этом году домашняя игра у команды, впереди две выездных серии, с какими эмоциями команда отправляется на них, и какой заряд вот такие победы дают для команды? Ну, пока мы никуда не отправляемся, сейчас два выходных, слава богу, у нас, потому что с нашим графиком мы, я думаю, заслужили их. Надо хорошо, продуктивно отдохнуть, те ребят, которые поедут в сборных, у них впереди еще три игры у нас, то есть впереди три игры в Москве, потом два выезда. Так что график легче не становится, надо готовиться, физически себя готовить, потому что сезон сложен. Если говорить о сборной, как свою форму оцениваете? Да нормально, себя хорошо чувствую, поэтому с удовольствием едем. Давно в Москве не играли, сыграли против «Динамо» на ВТБ арене, очень хорошая арена, надеюсь, что будет полный стадион, и мы порадуем болельщиков наших. Сегодня удалось Мазякину установить новый рекорд, привязать рекорд Старшинова. Что думаете по этому поводу? Молодец. Я уже давно говорил, что он самый яркий игрок, не только в КХЛ, но и, наверное, во всем российском чемпионате уже долгое время, и за ним наблюдать одно удовольствие, играть очень сложно, поэтому он всегда найдет момент, где забить, и смотря на него, чего-то учится. Поэтому молодец, поздравляю, и надеюсь, что 500 голов не за горами в его исполнении будет. В матче с командой с Востока повеселей, поживей, поинтереснее, по драматизму, согласитесь с этим или нет? Да, просто, наверное, эти две команды, мы, во-первых, с ними редко играем, во-вторых, они более атакующего плана, поэтому нам, наверное, удобнее с такими командами играть. А что касается Востока или Запада, то я думаю, что неважно, с кем играть. Сейчас опять эта круговая система, в которой ты играешь два раза с каждым, как многие хотели, вот в этом году такой чемпионат.